Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ, генштаба ВСУ. Здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте. Вопрос Бахмута остается ключевым. Что происходит сейчас там, какова обстановка на сегодняшний день? Напоминаю, что сегодня 14 марта. Но обстановка продолжает оставаться критической, и, к сожалению, у нас срабатывает принцип АЭС. Мы вытянули хвост, начинает вязнуть голова. Я имею в виду то, что мы сейчас более-менее стабилизировали фланги, северный выступ, южный выступ. То есть там практически остановили продвижение российских оккупационных войск. Но у нас сейчас в самом городе Бахмут наблюдается продвижение российских войск к центру города через южную окраину города. Это уже на другой стороне Бахмутки? Да, это на другой стороне Бахмутки. Они ниже города перешли Бахмутку и движутся теперь вдоль реки на север. Вот там имеют частичный успех. Но, в общем, гарнизон продолжает сражаться, и основные позиции мы удерживаем на данный момент. Вы утверждали, что Бахмут уже имеет смысл сдавать. Вы говорили о том, что его могут взять в клещи, и уже с севера все-таки обходили. Но сейчас вы говорите, что северное направление удержали. Сохраняете ли вы свое... Ну, как бы на этой же позиции остается ваше мнение? Да, мое мнение остается на той же позиции. Я считаю, что надо отходить на рубеж, на подготовленный рубеж, который находится за Бахмутом. Почему? Потому что противник удлиняет коридор. Они пытаются продвигаться вглубь территории, вдоль вот этого коридора, который мы удерживаем для снабжения группировки наших войск в Бахмуте. И, соответственно, весь коридор, он там около пяти километров шириной, он простреливается перекрестным огнем. Поэтому ведение боевых действий в условиях такой логистики очень сложно. Они двигаются уже севернее, там, в сторону Сват, в сторону Славенска? Ну, это, да. Ну, до Славенска там, конечно же, далеко. Они двигаются, да, севернее Часового Яра, вглубь нашей территории. И внизу тоже, вдоль трассы на Константиновку, они пытаются продвигаться. Они не могут перерезать трассу, мы не даем это сделать, но вдоль трассы они в сторону Константиновки постепенно продолжают двигаться. И тем самым вот этот коридор удлиняется. Российские паблики публикуют информацию о подбитых Брэдлин на Бахмутском направлении. Правда ли это, что уже западное... Вот это то, что тот резерв, который готовился для контрнаступления, уже задействован в Бахмуте? Ну, судя по фотографиям, да, я видел эти фотографии, видел видео. У вас, кстати, тоже на телевидении его показывали некоторые каналы. Да, действительно, мы вынуждены туда бросать резервы. Вот, кстати, это одна из причин, почему мое личное мнение, что надо оттуда выходить. Мы начинаем сжигать те резервы, которые мы готовим для контрнаступления. Ну, я слышал такую версию, что Россия загоняет сама себя в такую цуксванг. Любой ход России может оказаться для нее, ну, как бы, гибельным. То есть, если они будут увеличивать коридор, держать наступательно в районе севера, то его можно будет отрезать. Соответственно, если они будут наступать на востоке, в самом Бахмуте, их тоже там они очень серьезные потери несут. Вот такое мнение считается, вот, на ваш взгляд, верным? Что это ловушка? То, что они увеличивают свои риски, да, я тут полностью согласен. Просто вопрос. И то, что они несут потери. Там посчитали, что за все время, сколько они штурмуют Бахмут, ну, вот, начиная с Солидара, да, они понесли потери около 50 тысяч личного состава и более 200 танков. То есть, группировка войск, которая вторгалась из Белоруссии в Украину в феврале 22-го года, она была меньше, она была где-то 40-45 тысяч численностью. То есть, вот такую группировку они уже положили в Бахмуте и продолжают вложить. Но просто, вы же понимаете, на мой взгляд, надо целесообразность, цена вопроса. А если она выгодна на сему, почему, как бы, я говорю, что нельзя советовать Генштабу, они знают полную картину. И если целесообразность сохраняется, то, может быть, и есть смысл удержания Бахмута. То есть, там, хотя бы один к пяти потери, как сейчас заявляют некоторые издания, российские войска несут в пять раз больше, чем наши, вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, опять же, риск того, что оборона может быть прорвана, и кольцо замкнется в любой момент, он возрастает. Вот, вот, что самое страшное и самое опасное здесь, именно в обороне Бахмута. А так, действительно, я могу подтвердить, что мы на сегодняшний день, российские войска не в состоянии нанести удар, отвлекающий даже удар, на каком-либо другом направлении. Все силы брошены именно на Бахмут. Вот это, вот это, я бы даже сказал, что это, наверное, на сегодняшний день, на данный момент это плато возможностей вооруженных сил Российской Федерации в Украине. То есть, они бы хотели провести это грандиозное контрнаступление, о котором они заявляли, но они вот его так и проводят? Так, да, это оно и есть. И на сегодняшний день они не в состоянии, допустим, нанести где-нибудь на другом направлении для того, чтобы отвлечь наши силы. И уже не хватает возможностей российских войск. Что касается политики и решений Генштаба, в российской армии политика определяет в основном те направления наступления и, скажем так, те сроки, в которые нужно захватить тот или иной город. Тот же Бахмут это показывает. А вот если оглядываться на эту 384 дня, этой активной фазы, политическое руководство, скажем так, офис президента Украины, влиял на решение Генштаба ВСУ, на решение заложенного, сырского? Ну вот это первое влияние, которое мы видим. Решение президента о том, что Бахмут не сдавать. До этого Генеральный штаб работал абсолютно самостоятельно, автономно в рамках своих полномочий. А зачем это офису президента? Трудно объяснить зачем. Я так понимаю, что, видимо, решили, что надо сделать, чтобы переломный момент в конечном итоге наступил. Мы когда-то говорили о том, что вот-вот переломный момент наступит. Сначала в мае, когда мы остановили основные наступления российских войск. Потом мы говорили в июле, когда обороняли Северодонецк. Говорили, что это все уже плато возможностей. Вот, видимо, сейчас президент решил принять такое окончательное решение, что здесь и сейчас должен наступить переломный момент, что Россия не должна взять больше ни одного города. Но ведь переломный момент наступит ровно в тот час, когда будет успех украинского контрнаступления, а до него еще несколько недель. Ну, даже я бы сказал, еще, наверное, несколько месяцев. Месяцев? Да, но если верить тому же изданию «За икономист», они говорят 6-8 недель, а это полтора-два месяца. И, в принципе, многие, я в том числе, говорим о том, что раньше мая месяца, конец апреля, начало мая, а раньше мы не будем готовы, потому что слишком большая группировка, слишком много материальных средств надо получить, освоить и поставить в строй для того, чтобы осуществлять контрнаступательные операции. А если с учетом того, что мы сейчас будем вынуждены сжечь резервы в плане переброски вот этой поступающей техники для удержания Бахмута, то тогда трудно сказать, куда срок будет сдвигаться. Но, скорее всего, он будет сдвигаться к лету. На ваш взгляд, вот формирование вот этих, говорят, три корпуса, около 60 тысяч человек ударного кулака Украины, сколько нужно времени, чтобы организовать эту логистику по собиранию их, ну, я так понимаю, что это и локации выбора, это и вся логистика. Сколько нужно времени, чтобы такую массу людей сконцентрировать? И техники, безусловно. В принципе, два месяца вполне достаточно для того, чтобы при хорошей организации вполне достаточно. Тем более, что у нас по личному составу, насколько я понимаю, это по личному составу, они уже практически сформированы, они обучение проходят. Они сейчас получают технику и осваивают эту технику. Почему? Потому что ядро этих корпусов или бригад, там 18 бригад должно быть сформировано, ядро этих бригад приходит же вместе с техникой из стран-партнёров. То есть те, кто обучался, вот, допустим, сегодня Испания отчиталась, танковая рота готова. Прошла обучение, и она вместе с танками идёт в Украину. Сейчас это будет учебная рота. Вот в течение этих двух месяцев они будут обучать наших танкистов, остальных танкистов здесь, на те же Леопарды вторые. Оперативное командование ЮГ сообщает о том, что Россия, по их информации, готова бежать с левобережной части Херсонской области. То есть уже не правый берег, а именно левый берег. Почему? Почему они так боятся? Вроде всё у них там пока спокойно, там никакой активности не наблюдается. Да там не спокойно. Там, наоборот, там, я бы так сказал, что на левом берегу Херсонской области там боевая активность не меньшая, чем на линии фронта. Почему? Потому что там постоянно, каждый день горят склады, рвётся железная дорога, горят эти эшелоны с горюче-смазочными материалами. То есть мы там выносим... Мы, в принципе, левый берег Херсонской области и Запорожская область. На сегодняшний день мы проводим ту же самую операцию, которую мы проводили на правом берегу Днепра. То есть мы планомерно и методично выносим все запасы материальных стресс Российской Федерации. Да, есть тенденция не только, кстати, в Херсонской области, но и в Запорожской области. Российское командование начинает вывозить всё, на что попадает глаз. То же самое было и под Киевом, то же самое было и на правом берегу Днепра, вот они, допустим, начали... Вчера прибыла информация от нашей разведки, начался грабёж учебного центра на Запорожской атомной станции. Они вывозят любое, всё оборудование, которое только можно оттуда вывезти. Вывозят семьи, это мы тоже наблюдаем. Используют тентованные грузовики, захватывают грузовые машины с тентом или будки и вывозят имущество, грузят вещи, личные вещи, семьи и вывозят на территорию Российской Федерации. А это семьи коллаборантов? Да, это семьи тех, кто сотрудничает с властью. Это влияние полутора-двух недель, когда то ли появилась информация, то ли не появилось, каких-то длинных обстрелов на 150 километров и выше. То ли это GLSDB, то ли это Аль-Хаба стреляло. Подтверждается какая-нибудь информация? Это результат вот этого? Кроме того, что в Мариуполе практически каждый день взрывы, никакой информации нет. Что там взрывается, мы понимаем. Там взрываются склады с боеприпасами и военные объекты, техника оккупационной армии. Но что это? Прилетают дроны или это неизвестно? Вывозятся семьи коллаборантов. Но вот вчера прошла информация, New York Times, по-моему, я опубликовал о том, что Международный суд в Гааге уже открыл два дела против России за военные преступления. И одно из них – это вывоз детей, похищение детей и подростков с территории Украины и вот специальные лагеря перевоспитания. Какая информация собрана и какая реакция внутри Украины? Ну, реакция очень положительная, что наконец-то мы этого дождались. Дело в том, что там количество похищенных детей исчисляется десятками тысяч. Причем российские оккупанты даже не гнушались тем, что отбирали детей у матерей. Из семьи забирали детей и вывозили. В принципе, примерно такое же, то же самое было в годы Второй мировой войны, когда фашисты отбирали детей и вывозили их на территорию Германии. Вот то же самое. Поэтому это очень хорошо, это очень позитивно, что наконец-то Международный уголовный суд начинает это рассмотрение. Вопрос теперь, как вернуть. Проблема со списками, чтобы вернуть этих всех детей в Украину и в том числе и родителям, у которых отобрали этих детей. А собирается информация, тут даже по числу этих детей не очень понятная цифра, то ли 15 тысяч, то идет разговор о 150 даже в предельной. Вот сколько на самом деле детей пострадало? К сожалению, нельзя ничего точно сказать. Вы абсолютно правы в том плане, что следствие идет. Государственное бюро расследований ведет следствие по данному делу, возбуждено уголовное дело. Но их там много уголовных дел по этим фактам. Просто их объединяют по мере расследования, их объединяют в одно дело. Но я так понимаю, что более-менее окончательные списки мы сможем составить, когда освободим эти территории. Потому что полной информации с оккупированных территорий, к сожалению, нету на сегодняшний день. И нам, и тут надо отметить, что огромная благодарность странам-партнерам, потому что они помогают. Они присылают своих следователей, присылают криминалистов, экспертов, и всесторонне помогают Украине в расследовании и этого уголовного дела в том числе. Ну и уголовных дел по военным преступлениям российских оккупационных войск. Вот даже по делу о похищении детей, получается, каждый ребенок, это какие-то взрослые за этим стоят, какие-то ответственные лица. Это же не вот эти четыре террориста по делу Боинга осужденно, а это будут тысячи людей осуждены. Да, это будут тысячи людей осуждены. Это, ну, я бы сказал так, что это уже, наверное, будет коллективная ответственность государства Российской Федерации. Почему? Потому что, ну, это целенаправленная программа по русификации и по похищению детей. Видите, их даже, их же не просто депортируют на, перевозят на территорию Российской Федерации, их отправляют в лагеря перевоспитания. Люди, мы в 21 веке живем, вы детей будете ломать через колено? Ну, вообще-то, в Китае, вон, уйгурские лагеря. На самом деле, это такая проблема мира есть. Я вот не знаю, как ее решать. Мне даже не приходят в голову какие-то варианты, потому что были дети, которые, ну, скажем так, русскоязычные, которые захотят остаться в России, но при этом они дети, они не имеют права решать. Вот как будет решаться этот вопрос? Допустим, что Украина освободила всю территорию на 91-й год, суд осудил, Россия проиграла, начинаются репарации. Вот каждого ребенка как спрашивать? Я думаю, что тут надо просто выполнить законодательство в том плане, что дети должны быть возвращены в Украину и по достижении совершеннолетия они принимают решение. Это первое. И второе, ну, у нас же никто не принуждает, там, если ребенок русскоязычный, он так же и говорит. Ну, вот я в большинстве был русскоязычным, правда, сознательно перехожу на украинскую мову, но тем не менее, у нас нету преследования, в том-то и дело, а вот то, что Россия постоянно пытается показать нас, как тут извергов и украинацистов, ну, у нас нет преследования по языковому принципу. Ну, во всяком случае, вообще не было никаких поползновений даже в этом направлении до вот этого массированного вторжения. Сейчас там вопрос поднимается, и то старается его не культивировать на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что дети должны быть возвращены родственникам, родителям. Если это детский дом, значит, под опеку государства, а по достижении совершеннолетия каждый человек, получив документы, имеет право выбора места жительства. Насколько, вот на ваш взгляд, сколько продлится этот суд? Насколько это может затянуться? Ну, к сожалению, практика, международная практика показывает, что может продлиться и очень долго. Я вспоминаю суд над югославскими военными преступниками. Ну, я скажу так, что если бы Слободан Милошович не умер в тюрьме в Гааге, то, наверное, суд длился бы еще не один год. Так что, ну, будем надеяться, что суд будет, с учетом проблемы, суд может принимать промежуточные решения, которые тоже будут подлежать обязательному выполнению. И решение о возврате детей, о составлении списка в их возврате, я думаю, что оно может быть принято как промежуточное. А уже итоговый приговор суда или решение суда по ответственности тех, кто это делал, он уже может быть вынесен гораздо позже по завершению слушаний и по делам. Ну, можно хотя бы говорить о том, что все-таки поезд Москва-Гага тронулся, промежуточные станции будут, и когда доедет, будем ждать. Спасибо большое, Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса, генштаб ВСУ, в эфире лучшего радио. Было спасибо вам, Олег Владимирович, и победа Украине. Да, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок